Всем привет! Если вы видите меня в первый раз, то меня зовут Ксения, и я гид в Нью-Йорке. У меня в жизни есть два таких очень больших увлечения. Это, конечно же, Нью-Йорк и книги, их чтение. Я очень много читаю, и очень хочется об этом как-то интересно рассказывать. Поэтому я решила связать эти два своих увлечения в один формат и реализовать это все через свой блог. Мне очень хочется брать какие-то книги или каких-то писателей, авторов и рассказывать про эти книги через места в Нью-Йорке. Возможно, места, которыми они вдохновлялись. Возможно, места, в которых можно найти что-то об этом авторе или об этой книге, что-то интересное. Это не обязательно будут американские авторы, потому что огромное большинство приезжает в Америку, приезжают в Нью-Йорк писателей. И они, конечно же, очень много пишут о Нью-Йорке, не только о Нью-Йорке, а вообще об Америке. Это очень интересно исследовать, особенно мне, человеку, который здесь живет. Так как я живу в Нью-Йорке, у нас огромное количество музеев, выставок. Конечно же, всегда будет о чем рассказать. И все это через литературу. В общем, мне кажется, ну на мой вкус, это должно быть прям восхитительно. Я взяла читать Диккенса и его лавку древностей. Это не мое первое знакомство с автором. Я у него уже читала Оливера Твиста. Диккенс не был американским писателем. Он был из Англии. В Америку он приезжал всего один раз, по-моему, в 1842 году. Америка ему не понравилась. Ему не понравились люди, как они себя здесь ведут, особенно его соотечественники. Он об этом написал целую книжечку, такую небольшую, по-моему, заметки об американской жизни, что-то так называется. Я ее тоже буду читать, но после того, как прочитаю лавку древностей. Диккенсам нет каких-то мест, связанных в Нью-Йорке, но есть одно место, в котором хранится одна такая большая, значимая вещь, посвященная Диккенсу, когда-то ему принадлежавшая. Так что мы с вами сегодня поедем и посмотрим. Я вас призываю тоже брать Диккенса читать, а я вам немножко углублю вас в его историю и в его... Субтитры создавал DimaTorzok И вот сюда я приехала. Идем внутрь, в сокровищницу. Красота наша. Идем с вами вот в эту сокровищницу. Главное сокровище тут, конечно же, оригинальный, настоящий Юни-Поп и его друзья. Вот они. Сидя в этом калорусе, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Видимо, специально каменные, чтобы на них невозможно было сидеть. Я посидела две минуты, и у меня уже все замерзло. Не посидишь долго. Смотрите, какие тут в библиотеке прикольные сумки продаются, посвященные разным произведениям и вообще на всякую книжную тематику. Какой день интересный идет. Я дочитала Диккенса и его лавку древности. Конечно же, здесь ни про какую лавку древности речь не идет. Диккенс нас немножко обманул. Здесь буквально про лавку древности в самом начале. Хотя я ожидала, что это будет что-то такое, какое-то произведение, в котором будет происходить действие в какой-то лавке, в которой находится куча старинных вещей. Это как-то будет связано. Я не читаю обычно аннотации к книгам. Но я была жестоко обманута. Несмотря на то, что Диккенса «Лавка древности» мне очень понравилась, я поставила ей 4,5 звезды из 5. Снизила на ползвезды, потому что мне показалось это немножко затянутым. Можно было это все сократить, но мне кажется, это характерная черта для нашего времени. Нам все хочется, всю информацию немножко сократить и поджать. Но все равно Диккенс восхитителен. Как мне понравился Оливер Твейст, так мне его понравилась «Лавка древности». Это очень такой насыщенный, плотный текст. Очень много подробностей. Очень много жизнеописания. Очень много чувств описаний героев. Это, конечно, восхитительная глубина. Мне кажется, так сейчас из современных писателей практически никто не пишет, как писал Диккенс. Сюжет тут нетрудный. И вообще книга на самом деле достаточно легкая. Мы узнаем о девочке Нел, которой 12 лет, и она живет со своим дедушкой. Живут они в «Лавке древностей». Это именно тот дом, который заполнен всякими древними штуками, старьем, всяким. Очень интересно. Очень такое люблю. Но получается так, и это мы узнаем в самом начале, дедушка ее является игроком. То есть он проигрывает все состояние, которое ему принадлежит, в том числе и эту лавку древностей. И вот девочка со своим дедушкой вынуждены бежать от злых сил. И вот об этом их путешествии достаточно интересном и очень сложном мы будем узнавать вот на всех этих страницах. Путешествия их, конечно, очень интересные. И книжка эта, она такая грустная. Она про жизнь, она про бедность, она про старость, она про то, как все это проживать и переживать. Она про такую страшную вещь, как игромания, который оказался подвластен дедушка. И он даже сам не осознает, что он творит, потому что дальше мы тоже будем узнавать, что его игромания не закончилась, к сожалению, несмотря на то, что он все и так потерял и оставил свою внучку без ничего. В общем, книга достаточно тяжелая, но она прекрасно написана, поэтому я вам ее обязательно советую. Буду грустить сегодня. В общем, я надеюсь, что вам такой формат видео со мной понравился. Вам понравилось наше путешествие к месту, где мы нашли с вами стол и стул Диккенса, за которыми он писал. Если вам понравилось, то я буду рада, если вы напишите что-то в комментариях и поставите лайк. Если у вас есть какие-то советы по Диккенсу мне для чтения, то я тоже буду им рада. После двух книг Оливера Твиста и Лавка Древности я еще заглядываюсь на Большие Надежды, ну и, конечно, на его записки об американской жизни, которые он написал после своей поездки в Америку. Я тоже это очень люблю, согласитесь, 19 век, это же совсем другое время. Люди сюда приезжали совсем по-другому, не так, как мы сейчас прилетаем на самолете. У них был достаточно долгий путь для того, чтобы добраться в Америку. В общем, очень интересно это все будет тоже почитать. Так что я надеюсь, что вам понравилось и буду рада вашим комментариям. Все, до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok